Первое состояние невежественная жизнь семейная. Чем больше энергии эгоизма, вот этого отсутствия знания или эгоизма в невежестве, давайте говорить эгоизм благости, эгоизм невежестве, чем больше эгоизм невежести наполняет человека, чем меньше знания у человека в жизни, тем меньше понимания, как надо строить отношения. Вот отношения в невежестве, наполненные эгоизмом в невежестве. Психика человека работает только в одном направлении. Я знаю, как мне любить. Я знаю, что мне надо в жизни. Я знаю, а то, что мне говорят, это всё фигня. Я знаю, как не учите меня жить. Эллочка-людоедка сказала. Учите меня жить, парниша. Вот. Ну то есть идея в чём заключается? В том, что когда два человека сходятся в близкие отношения, и у них обоих эгоизм работает в невежестве, без знания, а знание превращает эгоизм в истинный эгоизм, этот эгоизм имеет уже духовную природу. У нас есть истинный эгоизм. Истинный означает, хочу заботиться о человеке, хочу ему помочь, хочу для него сделать приятное и забыть про себя. Да? И даже если не любят нас... То есть это истинный эгоизм так действует. Он хочет служить, он забывает про себя. Любит меня человек или не любит, я буду ему служить, я буду о нём заботиться. Видите, как у нас сердце ёкает? Так, не хочу. Это ложный эгоизм, говорит. А чтобы его победить, нужно знание, нужно силу, нужно усилия всегда совершать собой. Для того, чтобы счастлива семейная жизнь, надо перешагнуть через себя. Надо делать то, что человек счастлив будет от чего, а не я. Говорит, так он обнаглеет совсем. Это факт. Но есть ещё следующий этап. И это факт, что если служить человеку, он начинает чувствовать себя очень вольготно в отношениях, начинает наглеять. Но параллельно с этим, если ты бескорышно ему служишь, в отношениях также развивается уважение или благодарность к этому человеку. Благодарю! Понимаете? То есть он чувствует, что его жизнь удовлетворяется полностью, и он наглеет. Он привыкает, что ему каждый день вкусно готовят. Он говорит, это я по своей судьбе не должен жрать такую пищу, Олег Геннадьевич сказал. Это не моя пища. Мне покармил лучше положено. Вот. Обнаглел. То есть она готовит, ему старается каждый день. Он же теперь покармил, оказывается, ему положено. Не то, что она с любовью готовит, это ему покармил положено. Как мы с женой шутим, она меня одевает перед поездкой, чистая во всё, обнаглаженная. Я подхожу к ней и говорю, посмотри, нормально всё? Она говорит, да, чистый, наглаженный. Я говорю, я такой по природе. И думаю. Это не по природе, я такой, меня жена нагладила. Я шучу так с ней, мы смеёмся потом. То есть идея в чём заключается? Идея заключается в том, что мы, когда нас любят, заботятся о нас, то мы вдруг решаем, что это мы такие по природе, нам о нас надо заботиться. Но внутри, в душе, всё равно сидит глубокая благодарность. Вот эту благодарность, это духовное чувство, когда я бескорыстно что-то с любовью делаю человеку, у него в душе возникает благодарность. И эту благодарность, невозможно с ней ничего сделать. Вот попробуйте сделать так, чтобы у вас благодарность не возникала, когда вам что-то делают хорошее в жизни, когда заботятся о вас. Попробуйте сделать так, чтобы она не возникала, эта благодарность. Я разок в самолёте лечу, так глаза прикрыл, стюардесса говорит, у вас всё нормально? Вы себя хорошо чувствуете? Такая забота. И потом у меня такая благодарность есть, думаю, блин, классный человек вообще. И это чувство невозможно никак скрыть, понимаете? Это чувство, естественно, возникает, когда проявляется истинный эгоизм. Когда человек действительно хочет служить, заботиться, то благодарность возникает. Хоть привыкаешь ты к этой заботе, хоть не привыкаешь. Эта благодарность является основой для дальнейшего развития отношений, потому что дальнейшие отношения должны развиваться так. Сначала ты вкладываешь служение в человека, это одна сторона любви, служение. А вторая сторона любви — это строгость по отношению к нему. Строгость. Эта строгость, она контролирует деятельность эгоизма в невежестве у близкого человека. Ему стыдно так себя вести с тобой. Но строгость, она не может возникать, если нет благодарности. Допустим, одна женщина мне написала записку, она говорит, Олег Геннадьевич, я от мужа отстраняюсь, пытаюсь вести себя с ним строго, и уехала к маме на две недели. Они оба слушают лекции. И муж написал мне письмо, он говорит, поотстраняйся, еще недельку я отдыхаю от тебя. Говорит, как-то не сработала ваша система. А это не моя система. Если ты любовь не вкладывала в человеку, то отстраняясь, ты ему даешь только отдых, как он и написал тебе в ответ. Чем кому нужно такое отстранение? Вот если ты служила человеку, и потом раз отстранилась, и он чувствует, что уже ему такую еду не подают по своей природе, как бы не получается ему такую еду получить, потом он догадывает, что это не по его природе еду давали, потому что жена его любит, заботится о ней, о нем. И он тогда чувствует вину. Строгость — это тоже любовь. И если люди только прыгают на задних лапках друг перед другом, то это не любовь. И также часто люди заботятся друг о друге не из истинного эго, а из ложного. Есть такой скрытый эгоизм — заботиться о человеке с целью что-то от него получить. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это не тот способ. Этот ложный эгоизм рождает очень сильную зависимость от человека. Допустим, девушка готовила, готовила мужу. Очень вкусно, хорошо, красиво приготовила. Когда он сел есть, она села рядом и смотрит. Что она хочет? Она хочет, чтобы он сказал, как вкусно, моя хорошая. А ему так понравилось, что он забыл. И она смотрит такая, ну, блин, кому я готовила вообще? Она уже недовольная совсем вообще. Зачем я вообще за него замуж вышла? За такого эгоиста вообще. Жрет даже, не похвалит вообще. Что за дела? И он смотрит этот взгляд, замечает и думает, блин, лучше бы я вообще в ресторане поел. Понимаете, да, о чем я говорю? Что такая забота никому не нужна. Мне один мужчина сказал, что мне легче готовить самому. Потому что, когда жена приготовит, это очень дорого стоит потом. Я не могу отплатить цену. Да? В чем дело, Олег Геннадьевич? В чем дело? Вы сейчас на кого наехали вообще? Вы кого защищаете? Этих козлов, которые не могут сказать спасибо просто за еду? А? Да легко сказать спасибо. Почему? Не сказал, да. Я тебе готовил три часа. Это трудно. А спасибо сказать легко. У нас с вами семейная сцена уже разыгралась. Видите? Все правильно вы говорите. Легко сказать спасибо, но он забыл просто. Вкусно было очень. А вы поняли, что он забыл или нет? Нет. Нет? Почему не поняли? А потому что хотели услышать слова. Это действует так ложное эго. Причем интересно, когда у женщины ложное эго действует, то она считает, что это правильно. Вот как вы сейчас сказали. А когда у мужчины ложное эго действует, это я был мужчиной, у нас есть же семейная сцена, я считаю, что правильно забыть, сказать. И я не виноват. Тоже ложное эго действует. Хотя вот мужчина, у него истинное эго проснулось, он сказал, спасибо, зайчик. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что ложное эго — это, как говорится в Бхагавадгите в ведическом писании, это неукротимый, самый сильный, незаметный враг человеческого счастья. Вот вы даже сейчас не заметили, как ложное эго сыграло свою злую шутку в вашей жизни. Потому что вам бы защищать не свои интересы в этой ситуации, интересы мужа. И тогда вы будете счастливы. Тогда он будет благодарен. Если бы вы смогли так сделать, вы бы ему сказали, я понимаю, что ты просто забыл, ничего страшного. Он бы остался вам благодарен за эти слова. Это уже пришла бы благодарность. И когда вы ему говорите, что трудно было сказать, тогда боль в его сердце возникает. Боль и не благодарность. Вот в этом заключается вся проблема семейной жизни вообще. Вот все скандалы в семейной жизни возникают только из деятельности ложного эго. И сразу возникает вопрос, а что трудно так раз взять его и укротить в отношениях? А я сейчас объясню, что когда мужчина и женщина просто стоят друг перед другом, то ложное эго между ними возрастает неимоверно. Это просто самонакручивающийся механизм, понимаете? И это возрастание ложного эго вызывает очень сильную чувствительность друг к другу и очень сильную боль. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Слышали такую песню? Старая песня. Ну то есть это означает боль. Она возникает в результате просто отношений. Вот я, допустим, помню, жил один студентом. Мне ничего не надо было. Я так учился. Мы жили так небогато в России. И вот я кушал яичницу с картошкой жареной и макароны. А? Тоже с яйцами, да. И все, больше ничего не ел вообще. Не было никакого разнообразия. Но когда, я помню, когда я женился, этого мне было уже недостаточно. Люди часто живут по отдельности. Им надо немного в жизни совсем. Но когда создается семья, и надо то, и то уже на макароны. Никаких макаронов. И нужен дом уже там, и хорошая мебель, и все. Это боль вызывает, если этого нет. Больно становится. Почему? Потому что вот этот совместный эгоизм между мужчиной и женщиной, как маховик. Он раскручивается. Он становится очень сильным. Женщина, когда замуж выходит, она хочет, страшно хочет свое жилье. Ее просто крыша съезжает от этого желания. Почему? Потому что она так действует, женский эгоизм. Женский эгоизм распространяется на все вокруг, а мужской на женщину. Мужчина хочет женщину, а женщина хочет от мужчины жизни, которую бы он ей предоставил. И если женщина доверила ему свое тело, тогда ему придется на нее работать всю жизнь. Иначе она его придушит просто. Я не против. Я просто говорю о том, что... Я не против женщины. Я говорю, как работает эгоизм. У мужчин тоже есть эгоизм, мужской эгоизм. Женщина моя. Моя вот это вот. Допустим, она посмотрела на кого-то вообще так. Она же женщина, она смотрит, улыбается на всех. От нее исходит красота. Она раз посмотрела, он... Ты на кого посмотрела? Ты чья вообще жена? Ну, то есть он ее чувствует своей собственностью, понимаете? И даже то, что она сексом с кем-то занималась до женитьбы, это его просто бесит. Как ты могла вообще? Она говорит, так я еще с тобой не знакома была, ты че? Он говорит, все равно. Понимаете, да? Как эгоизм работает. Ты не должна была с ним сексом заниматься, ты же моя жена. Да я тогда не была еще твоей женой. Не имеет значения. Все было предрешено. Ты должна была чувствовать, что выйдешь за меня замуж, дура. Так же работает или нет система? Или как-то по-другому? У вас в Германии по-другому, нет? А? А это наоборот, мужчины смотрят на женщину? Нормально тоже. Это обоюдная идея. Обоюдная идея, да. Жена тоже смотрит. Ты че там? Ты че с ней там? Ну, то, что мужчина смотрит на женщин, ну, как бы это женщинам тоже не нравится. Но это понятно, что, ну, че, глаза-то притягивает же. Некоторые женщины, еще на философские к этому относятся. Но если подошел, начал разговаривать, ты че там? Ты че там? Она чувствует, что это мой муж, мое. А мое не должно с ним разговаривать, с чужой женщиной. Че это ты с ней там расхохлился? Вот возьмите, у вас иголочка есть, нет? Иголочка есть? Иголочка есть? Если на следующую лекцию принесите иголочку, я вам разрешаю воткнуть мне вот сюда. Вот вы воткнули, и я разрешаю. Сижу и разрешаю. Ну, правда, не знаю, сколько я смогу разрешать. И насколько глубоко вы воткнете. Понимаете, эгоизм — это вещь, которая вызывает боль. Там нет вопроса разрешать или не разрешать. Это больно, понимаете? Муж смотрит на чужую девушку. Это больно. И эта боль, понимаете, боль в теле, она слабее, чем боль в разуме, боль в уме. Когда действует эгоизм между двумя людьми, боль возникает в уме. Это страшная сила и боль. И она не заканчивается много дней потом. Потом вы ему вспомните еще через год. А ты на кого тогда смотрел? Помнишь или нет? Потому что боль вспыхивает вновь. Ты что себе позволяешь со мной? Ты помнишь, как ты вот это сделал? Ну, то есть боль вспыхивает. Но проблема заключается в том, что вот этот эгоизм, он возникает ведь не от того, что мы хотим этого. Это просто так действует природа. Мужчина, женщина начинают наслаждаться друг другом, телом друг друга. И в момент этого наслаждения у них увеличивается чувствительность друг к другу, потому что возрастает общий эгоизм. Чем больше мы наслаждаемся телом друг друга, тем чувствительнее мы друг к другу относимся. И наоборот, чем больше мы служим друг другу, действуем как душа, тем меньше, чуть менее чувствительно относимся друг к другу. Нам спокойно просто жить друг с другом. Нам хорошо друг с другом. И я могу прощать близкому человеку. А если действует эгоизм, я уже не могу прощать. Потому что мне больно. Даже просто он чуть-чуть сказал не так, и мне очень больно. А причина заключается в том, что мы слишком много уделяем внимания телесным отношениям. И это знание, которое я вам сейчас говорю, ни один психолог вам не расскажет. Потому что это знание, оно выше просто вот этих вот принципов. Сделать так, чтобы у нас всё было хорошо. Понимаете? Это знание требует уже серьёзной работы над собой. Я изучал астрологическую совместимость между людьми. Совместимость означает психическое тонкое тело. Ну как, знаете, вот как в пазы входит друг другу. Ну совместимый. Подходит. Понимаете? И результатом, знаете, какое моего изучения? Результат заключается в том, что большинство людей не нуждаются в астрологическом гороскопе в отношениях. Потому что их ложный эгоизм действует в невежестве, а в невежестве сохранить семью невозможно. Два человека просто думают только о себе тупо. И доказывают только своё. Вот если ты меня поцелуешь, тогда я тебя тоже поцелую. Но если ты будешь делать как я, тебе тоже буду делать как ты. И всё, понимаете? Вариантов нет. И кто кого победит, идёт сражение постоянно. Люди доказывают каждое своё. У женщины женская правда счастья, у мужчины мужская. Они прямо противоположны. Они не совпадают. Некоторые думают, вот что тебе легко, трудно сказать. Спасибо, что приготовила, гораздо труднее, чем женщине. Мужчине гораздо труднее сказать спасибо. Очень тяжело. Женщине легко. Спасибо, 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 спасибо. Но есть то, что женщине тяжело сделать. Допустим, женщине тяжело принять решение. И тяжело сказать, пойдём в кино. Это он должен сказать, пойдём в кино. Сам должен понять, что я хочу в кино. Женщина подходит и говорит, я куда-то хочу. Подгадай, куда? Он говорит, в кино. Так, и что дальше? Дальше, дальше что? Он говорит, надо идти в кино. Правильно, мой хороший. И это что значит? Это значит, что мы идем в кино. Молодец. Женщине легче, когда мужчина принимает решение. Ей тяжело принимать решение. Она чувствует себя униженной, когда она принимает решение. Так работает женская природа. Есть разные функции психики у мужчин и у женщин. Но всегда каждый оправдывает свою функцию. Каждому кажется, что это правильно, а вот то неправильно. Мы не замечаем, мы не знаем потребности друг друга. Мы не знаем, что мужчину не надо заставлять что-то делать в квартире. Это делается по-другому. Надо его обнять и ласково сказать, что-то у нас гвоздик вылетел. Я так печалюсь, не знаю, что делать. Я говорю, да что, сейчас собьем. И все. Второй вариант. Она обнимает его, так печалится, гвоздик забить надо. Вот. Второй вариант. Она подходит и говорит, что не видишь, гвоздь вылетел. А у мужчины эгоизм в пране находится, в психической энергии. И когда она так говорит, у него сразу возникает дикое желание идти в гараж. И он говорит, я забью твой гвоздик, но сейчас мне некогда, мне надо идти в гараж. Если бы она сказала по-другому, он бы сразу забил. Но так как она сказала неправильно, она не учла его внутреннюю вот эту составляющую психики, то он в гараж уходит, потом забывает про гвоздик вообще. Потому что существует такое психологическое понятие, что когда у мужа что-то не нравится, он быстро об этом забывает. И это происходит независимо от того, хочет ты этого или не хочешь. Видите, счастье женское, счастье мужское прямо противоположны. Я вам это еще потом, позже буду рассказывать. Мы немножко сместимся. Я различия психических функций между мужчиной и женщиной тоже сейчас буду говорить. Но у меня длительное вступление обычно, чтобы потом все понятно было. Итак, видите, просто вот так вот. Мы должны жить в гармонии, как некоторые думают. Если я в гармонии не живу с человеком, значит мы несовместимы. До свидания. Неправильно. Гармонии не возникает чаще всего у людей, потому что их эгоизм в отношениях находится в невежестве. Означает, что человек даже близко не понимает, что нужно близкому человеку. У него даже идеи нет. И они всю жизнь такие люди ругаются, обижаются, злятся друг на друга. И как футбольные мячи. Столкнулись, какая у них природа у футбольных мячиков? Они приклеиваются друг к другу? Нет, они, ба-бам, разлетаются, потому что они внутри себя, понимаете? Они внутри себя, они не хотят склеиваться, они хотят только быть внутри себя. Так действует ложный эгоизм. Поэтому они разлетаются. Жизнь меня мотает, словно мячик. Я качусь, пока хватает силы. Итак, нам не хватает знания. У нас нет представления. Мы не знаем, что астрологической консультации, совместимости, психологической консультации не хватит, недостаточно. Большинство людей не могут жить вместе по той причине, что их эгоизм работает неправильно. У них нет знания, как себя вести, как работать над собой, как побеждать в себе это жгущее чувство. Эгоизм — это жгущее чувство, которое мучает человека. Каждого человека он мучает. Женщина, женский эгоизм мучает мужчину мужской. И когда человек побеждает это чувство в себе, он становится счастливым. Даже несмотря на несовместимость. Люди в страсти теперь. Есть три категории эгоизма. Эгоизм невежествия — это полное невежество. Это полная сосредоточенность на себе. Человек только эксплуатирует окружающий мир. Женщина по-женски эксплуатирует. Она мужчину считает функциональным модулем своего счастья. То есть она считает, что он должен делать что-то для неё, создавать, успокаивать её. Так действует женский эгоизм. Мужчина появился — всё. Надо, чтобы он что-то делал. Если он ничего не делает, блин, что за мужик? Он ничего не делает, как растение. Надо его заставить что-то делать. Вот. Она чувствует его функциональным модулем своего счастья. Он должен быть что-то делать. А мужчина, женщину чувствует, вот. Не то, что она что-то делает. Может, ничего не делать, я буду делать. То есть он хочет ей наслаждаться. Всё. Он наслаждается её телом, её словами, красотой, пищей. Он наслаждается ей. Женщина наслаждается жизнью мужа. Он должен действовать. Не просто... Не нужен мужик, как растение. Поднимите руку женщины, которым нужен муж, который просто вот есть и слава Богу. Поднимите. Руку есть такие? Не одна. Не одна. Теперь поднимите руку мужчины, чтобы вот жена была вот красивая, вот просто дома сидит и слава Богу. Есть такие? Мужчины много таких мужчин. Пожалуйста. Меньше. Женщин требуется только быть красивой, заботливой. И не надо сильно там активной быть. Просто хорошей и всё. По-разному, видите, работает система. Чтоб не старела. Чтоб не старела ещё, да. Но так не бывает уже. Итак, видите, идея в чём заключается? В том, что когда человек сосредоточен только на своих желаниях по отношению к близкому человеку, счастья не будет никогда. Шансов нет. Меняйте одного на другого хоть 50 раз. Всё будет одно и то же. Первая фаза – наслаждаемся. То есть сначала сладкий вкус. Медовый месяц – наслаждаемся. Ездим вместе в Рео-де-Женеле, там наслаждаемся, купаемся, в море обнимаемся. Хорошая жизнь. Скоро закончится. Другому это никогда не закончится. Закончится обязательно, потому что медовый месяц закончится. Потому что там, понимаете, как механика работает. Есть же механика тонкой энергии. Вот эти два шарика, когда гармония наступает, гармония между мужчиной и женщиной наступает. Я так толкала. Замечательно. Это означает любовь. Означает любовь. Она не то, что сообщила, что-то вывалилось у нее. Это любовь. Она сказала, мама, я есть. Мама, смотри, ты должна меня любить за то, что я действую, функционирую. Я покакала. Вот радуйся, люби меня за это. Это проявление любви просто. Ну, при чем как будет. Механика здесь ни при чем. Это энергия души. Душа так действует. Она не может примерно через каждые 20 минут мама будет убегать. Почему? Потому что она скучает по маме. Надо доложить об обстановке обязательно. Это взаимоотношения. Посоветоваться с ней, да. Ну, что она и скучна одной. У нас... У кого еще есть дети? Надо всех вместе, чтобы они вместе играли. Тогда будет легче. Итак, движемся вперед. Ну, чего мы остановились? А? Да-да-да, мы остановились на невежестве, теперь в страсти. Движемся вперед. То есть отношения в страсти. Эгоизм уже не так сильно невежественный. В нем уже проблески появляются. То есть два человека в невежестве вообще друг друга не замечают. Вот или живи со мной, или уматывай. Живи со мной, делай то, что я хочу. Я вот хочу так сексом заниматься. Терпи. Я хочу вот так. Вот мне столько денег надо. Или ты мне даешь эту квартиру, или уматывай от меня. У меня много мужиков, которые мне захотят дать ту же площадь, которую мне надо. Ну, то есть возможности человека по барабану. Просто твердое желание эксплуатировать. И никакого просвета в том, что это неправильно, нет. Человек искренне верит, что это так и должно быть. Он искренне верит, что то, что мне хочется, то и тебе должно хотеться. Понимаете, нет никакого понятия, что все на самом деле наоборот. Что то, что хочется женщине для мужчины, это аскеза. Это труд для него. А то, что хочется мужчине, для женщины труд. Это для нее аскеза. Это для нее аскеза улыбаться постоянно, ему дома ходить. Иногда бывает такое настроение, что вообще улыбаться не хочется. И он подходит, что такое? А? Она говорит, я тебя что, трогаю? Я тебя вообще не трогаю. Что ты от меня хочешь? А что ты не улыбаешься? Она говорит, у меня нет настроения улыбаться. А что это у тебя нет настроения? Что я тебе сделал такого, что у тебя нет настроения? Она говорит, у меня просто нет настроения, понимаешь или нет? Нет настроения, все, я никому не улыбаюсь. Мы еще разберемся с тем, почему у тебя нет настроения рядом со мной. Вот там у тебя с Васькой это было настроение? Со мной нет. Заметили, что когда люди в эгоизме живут, когда кто-то проявляет слабость, то дальше человека добивают. Вот допустим, муж пришел с работы усталый, жена хочет, она уже соскучилась, она уже его ждала целых полдня. Вот, он приходит с работы усталый, у него нет сил вообще даже посмотреть куда-то, у него психика на исходе. И она такая, встречает его, ты что на меня не обращаешь внимания? Говорит, слушай, я так устал что-то вообще, давай я обращу внимание попозже, сейчас отдохну чуть. Она говорит, а я тебя ждала, мне не надо попозже. Ему как бы надо вообще вот сейчас просто прямо быстро отдохнуть. Она его доводит просто, и он, ааааа, слушай, отстань от меня, дура! И начинает скандал. Почему? Потому что она его выводит, хотя надо просто позаботиться о человеке, дать им возможность отдохнуть. Понимаете, да? Теперь второй вариант. Женщина иногда не имеет настроения хорошего, потому что из нее красота же не вечно излучается, иногда она накапливает энергию красоты. Один день накапливает, семь дней излучает, шесть дней излучает. Нормально же? Один день можно потерпеть. Но мужчине надо каждый день, понимаете? И когда у нее нет настроения, начинает ее мучить. Она и так, ей так тяжело. У женщины нет настроения, она очень чувствительная, ей очень тяжело даже просто, когда с ней разговариваете. Ей нужен покой, тишина. Но если мужчина в это время ее мучает, она испытывает жуткие страдания просто, жуткие страдания в это время. Мужчина с работы пришел, устал, его жена третирует жуткие страдания. Когда люди находятся в этом желании эксплуатировать друг друга и считают это любовью, это вызывает просто жуткие страдания в отношении. И всегда, когда кто-то из них ослабевает возможности дарить, в это время его и насилуют. И когда человек по судьбе совсем ослабевает возможности дарить, у него вообще этой возможности нет, хотя бы на полгода, дальше, пху, пошел вон. И разрушение семьи происходит. А это всегда так бывает. Не бывает так, чтобы ты наслаждал человека всю жизнь. Иногда бывают тяжелые периоды в жизни. Тогда до свидания. Это называется невежественное отношение. В них нет никакого гороскопа. В них нет никакой совместимости. В них нет возможности сохранить семью. И шансов остаться вместе тоже нет. Понятно, да? Если нет знания, нет возможности изучать, как правильно жить, как строить отношения. Если зубы не чистим, рот воняет. Отношения не чистим, начинают вонять. Потому что, естественно, в отношениях между мужчиной и женщиной происходит следующее. Из-за того, что мужчина наслаждается женщиной, а женщина наслаждается мужчиной, между ними увеличивается эгоизм невежести. Он растет, как снежный ком. А чем больше он растет, тем больше чувствительность возникает друг перед другом. И тем меньше шансов остаться в спокойном состоянии рядом. Тем больше боли и страданий и конфликтов. Понятно, да? И поэтому нужно чистить зубки в отношениях. То есть нужно трудиться душой над отношениями. Нужно делать то, что нейтрализует это наращивание эгоизма. И настоящая любовь, по факту, это не наслаждение человеком, а служение ему. И настоящая любовь делится на четыре этапа. Первый этап. Я могу жить рядом с этим человеком, потому что я принимаю его. Весь характер. Я полностью принимаю его привычки, недостатки. И мне спокойно с ним становится. Почему? Потому что я ничего не жду от него больше, чем то, что он может дать. Это любовь. В это надо вкладывать силы, чтобы так настроиться. Мы всегда хотим больше. А мне всегда чего-то не хватает. Зимою, летом, осенью, весны. Не хватает всегда чего-то. Почему? Потому что мы хотим больше, нам надо больше. И мучаем по этому друг друга. Это действие ложного эгоизма. Но когда человек хочет меньше и меньше от близкого человека, он привыкает к нему, принимает его таким, какой он есть, ему становится спокойно жить. Он домой едет с работы и чувствует, я дома отдохну. Потому что нет руганий, нет скандалов. Я все принимаю от человека. Я отдохну, мне хорошо рядом с ним. Мне хорошо с тобой. И в снегопад, и в дождик проливной. То есть другая совсем ситуация в жизни. Понимаете, да? Человек отдыхает дома. Это самая первая стадия любви. И в это время люди могут просто разговаривать друг с другом без истерик. Вот когда любви нет, а есть только эксплуатация друг к другу, как только начинаем общаться более-менее серьезно, сразу наступает скандал. Почему? Потому что очень сильно обида, вот это вот чувство ранимости, оно очень сильно действует в отношениях в это время. Но когда люди начинают служить друг другу в отношениях, что происходит? Спокойная жизнь наступает, спокойствие в отношениях наступает. Мне спокойно с тобой просто, спокойно, хорошо. Почему? Можно поговорить, можно пообщаться. Посидим, помолчим, может, все пройдет. Да? Ну то есть люди просто, ну как бы служат друг другу, заботятся друг о друге. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час и другой подряд. Ну то есть служение, я служу, забочусь о человеке. Это подвиг. Это само по себе не возникает. Нужно работать, трудиться над собой, перевернуть себя изнутри. Потому что ложное эго действует само по себе. Человек утром просыпается, ночь поспал, ложное эго — 100 баллов. Для того, чтобы оно стало хотя бы 50 баллов, нужно молитву совершить. Или подумать о святом человеке, почитать Библию или другое священное писание. Нужно прощать, прощить прощение. То есть совершить какую-то внутреннюю жизнь, не внешнюю жизнь. Телевизор посмотреть, книжку почитать там простую, развлечь себя. Радио послушать там. А внутреннюю жизнь, наедине с собой, я хочу заботиться обо всех. Я хочу прощать всех. Я хочу всех любить. Я хочу кланяться святости. Я хочу повторять молитву. То есть, понимаете, когда человек совершает... Внутреннюю жизнь — это жизнь души. Когда человек совершает жизнь души, эгоизм, ложный эгоизм тает, истины возрастают. Желание служить появляется. По этой причине люди много-много тысячелетий подряд, каждый день, с утра, вечером, днём совершали молитву. Потому что у них было знание о том, что есть ложное эго. Есть вот эта сила, разрушающая отношения. Мы этого знания совсем не имеем. Нам кажется, у меня всё нормально, а у него всё плохо. Так это так ложное эго действует. Теперь как живут люди в страсти? Люди в страсти, у них разум почище. У них больше бескорыстия в разуме, душа поактивнее себя ведёт. Она уже не такая замученная этой тяжёлой кармой, не такая настроенная чисто на себя и на своё счастье. Люди в страсти пытаются договариваться. Они всё равно настроены на себя. Люди в страсти всё равно настроены только на себя. Но они пытаются понять, чего хочет близкий человек. И они под него подстраиваются. Ну, допустим, женщина думает в страсти. Классно, вот я замуж выйду за этого человека. Он хорошую зарплату имеет. Он такой хороший, сам из себя. Тоже квартира, нормальная машина. Всё, как-то я чувствую себя в защищённой буду. И он такой, у него беседа приятная такая, и он обходительный, уважает, так ценит. Всё. Что для него нужно? Ему нужно готовить каждый день, стирать, убирать. Он хочет чистоту в квартире, любит чистоту. Хорошо, нет проблем. Что ему ещё нужно? Ему нужно сына. Ну, попробуем сына зачать. Думаю, что получится. Что ему ещё надо от меня? Чтоб я всегда ему вот так вот. Да, мой хороший, да. Ну, будем так делать. Ну, а что делать? Надеваться. И она принимает такую жизнь. Она взвешивает всё и принимает такую жизнь. Я буду делать всё, чтобы он чувствовал себя хорошо. Но изначально она хочет рядом с ним быть счастливой, а не служить ему. Это просто такой хитрый обман. То есть она всё это делает для того, чтобы самой в конечном счёте быть счастливой. Она это не делает для близкого человека. Она для себя это делает. Хитрый такой тонкий обман. Теперь мужчина думает, так, что для неё нужно? Так, что она хочет? Вроде пообщались, повстречались, я понял. Она хочет, чтобы я нежно разговаривал, учитывал её настроение, чтобы я всегда обходительным был. Она хочет, чтобы я заботился о ней финансово. Она хочет там квартиру, хочет машину там. Хорошо. Всё это мы сделаем. И у меня есть возможности, силы. Но почему он об этом думает? Потому что он чувствует, что она будет наслаждать его в жизни. Она будет приносить ему счастье. Он будет наслаждаться её телом, её словами, речью, взглядом, одеждами, пищей. Всем, что связано с ней, он будет наслаждаться. И поэтому принимает решение. Буду работать, всё это буду делать для неё. Для того, чтобы она была рядом со мной. Это создаёт какую-то гармонию в отношениях. Какую-то гармонию, пока люди не вскрывают друг в друге этот эгоизм. Понимаете? Приходит время, у них отношения строятся нормально. Потому что люди в страсти, как они себя ведут, они стараются вести себя правильно друг с другом. То есть они это делают просто потому, что так надо. Ну, то есть они вежливо разговаривают друг с другом, ведут себя правильно, хорошо. И создаётся впечатление, что вот этот человек, он меня любит. Меня любит. Что он реально как бы для меня живёт. Вот такое впечатление создаётся. Потом бац, наступает такой момент, когда близкий человек не может уже меня наслаждать. Например, он заболел. И не просто заболел, а, допустим, какие-то трудности в его жизни серьёзные наступили. И что люди в страсти делают? Ну, если человек не может меня уже наслаждать, вот эта вся игра заканчивается, потому что платить не за что. Товар никуда не годится. Допустим, жена заболела тяжёлым заболеванием или инвалидность получила, муж её... Я себе найду другую, ты оставайся одна. Как бы ты понимаешь, что я как бы достоин большего в жизни. Ты же понимаешь? Я так-то к тебе хорошо отношусь, но я не смогу с тобой жить, мой хороший. Ты же всё уже теперь, понимаешь? Ты уже не то, что раньше. Понимаете, о чём я говорю или нет? Но это ещё не всё. Сама по себе жизнь может быть и безоблачной, но тело-то стареет. И мужчина, он не может уже наслаждаться тем телом, которое теперь ему судьба предоставляет. У женщины уже не то тело, как раньше. И жизнь в страсти означает, что до поры до времени люди заботятся, нежно относятся друг к другу, пока всё устраивает. А у женщины то же самое, потому что, понимаете, мужчина тоже имеет свои ограниченные возможности. Допустим, мужчина наслаждается женским телом, а женщина наслаждается вниманием мужчины, заботой. Но если это жизнь в страсти, то она замечает в какой-то момент, что она уже не испытывает такого счастья от его внимания, как раньше. Он делает то же самое, заботится, внимательный, всё. Но она думает, блин, что-то не то. Вот как-то вот не втыкает вот это всё. Наверное, мне другой человек нужен. Что-то устало я от него. Начинает капризничать. Почему? Потому что, понимаете, любовь в страсти имеет искусственную природу. То есть она никак… Это просто копия любви. Это не настоящая любовь. Это просто копия. Вот вас устроит не машина настоящая, а планшет. Ну, то есть, как это называется? Модель. Модель, да. Вот она не ездит, просто стоит красивенькая такая. Ну, у вас устроит такая машина или нет? Нет. Люди в страсти, они играют в любовь. У них нет настоящей любви в сердце. Они просто в неё играют. И как это можно определить? У людей в страсти никогда не бывает искренних бесед друг с другом. Они не могут поговорить по душам. Почему? Потому что это опасно. Это вскроет мои вот какие-то чувства настоящие. Допустим, люди в страсти не открывают сердце. Допустим, девушка, она чувствует, я бы получше себя могла найти на самом деле. Мужчина тоже. Они же хотят наслаждаться в конечном счёте. Мужчина думает, она тоже не такая уж и красивая. Есть и покрасивее девушки на меня смотрят. Но он это ей не говорит. Он ей улыбается, говорит, ты самая лучшая у меня. Конечно, всё правильно, всё нормально. Ну то есть люди в страсти просто играют в любовь. Но этот цирк в конечном счёте когда-то заканчивается, потому что так долго не продлится. Телесная красота тает. И вот эти отношения наслаждения друг к другу, они имеют определённый срок в отношении. Вот это наслаждение телом и красотой, и возможностями друг друга. Женщина наслаждается мужскими возможностями, мужчина — женскими. Это имеет ограниченную возможность. И эта ограниченная возможность предназначена для того, чтобы мы научились любить. Сначала нас притягивает друг к другу Бог. Он даёт нам возможность наслаждаться друг другом, чтобы мы не просто как бы жили несчастными друг с другом, а чтобы мы использовали эту возможность для того, чтобы потом научиться любить. Так мать помогает ребёнку ходить сначала. Не для того, чтобы она всю жизнь ходила с ним и его водила за собой, за ручку, а для того, чтобы он сам потом пошёл. Так и Бог нам и даёт друг другу это чувство влюблённости. Для того, чтобы мы потом научились душевно относиться друг к другу, служить друг другу. Забыли про тело, про красоту. Женщина должна забыть. То есть мужчина про женскую красоту должен забыть. Женщина должна про вот эту вот обходительность забыть. Она должна человека научиться видеть, любить человека. И когда она будет в нём душу видеть человека, тогда ему захочется самому с ней нежно себя вести. Потому что, смотрите, сначала это Бог делает на первой стадии. Ведь нет же проблем, как себя ведут, допустим, парень и девушка, когда они только встретились. Девушка идеально себя ведёт с парнем, парень идеально себя ведёт с девушкой. Проблем ведь нет никаких. Всё само собой получается. Почему же потом не получается? Потому что это Бог делает за них всё это. Эта девушка под влиянием энергии Бога становится такая скромная, молчаливая рядом, она такая застенчивая, всегда согласна такая. Да. А тебе нравятся лётчики? Всю жизнь мечтала за лётчиков. Всю жизнь. А я лётчик как раз. Я всю жизнь мечтал. Хотя она об этом раньше даже не думала, что лётчике нравится вообще. А тут вдруг им понравились. Так Бог действует в её сердце. Она искренне верит, что ей лётчике всю жизнь нравится вообще. А он говорит, а мне вот только такие девушки нравятся. Вот только такие. Вот такая форма, всё. Другой не надо, всё. Только такая. Она думает, блин, как классно, мне повезло. Вот только такая, как я, ему понравится. Значит, другие не будут нравиться. Классно, супер. Так это Бог всё делает, понимаете? Это не то, что так вот. Это не то, что он всю жизнь вот только такого хотел. Это Бог ему нарисовал такое в сердце знание, понимание. И поэтому люди сначала так, они классно относятся друг к другу. Это просто демоверсия. Try and buy. Вот посмотри на душу, на человека, какой он изнутри, а потом правильными отношениями с ним сделай так, чтобы эта душа вышла из него, чтобы он действительно стал таким в твоих отношениях с тобой. Ты должен трудиться потом очень много над этими отношениями. Не просто жить с ним, работать, а трудиться над отношениями. Это духовная деятельность. Работа недостаточно здесь. Готовить пищу недостаточно, стирать недостаточно, работать недостаточно для близкого человека. Нужно работать над собой, потому что нужно подняться над этим уровнем. Это же уровень сознания. Это не то, что мне чего-то не хватает. Я недоделанное, что не могу бескорыстно служить. Как некоторые подходят после лекции и говорят, я недоделанный, Олег Геннадьевич, не могу бескорыстно служить. Объясните мне. Ты доделанная, потому что каждый человек — это душа. Душа доделанная, у неё просто знаний не хватает. И чём разница между отношениями в страсти и отношениями в благости? Когда благостный эгоизм действует, человек наполнен знанием, он точно знает, как надо вести себя, чтобы любовь появилась, что над любовью трудиться надо, что она не возникает сама по себе, это вожделение возникает само по себе в отношениях, а чтобы любовь возникла, нужен труд в отношениях, нужно совершать аскезу. Совсем другие принципы работают. Некоторые люди думают, что всё естественно должно быть. Ничего подобного. Не естественно сначала, а искусственно. Надо сначала в постели искусственно вставать рано утром, а потом ты естественно будешь вставать рано, и тебе будет это нравиться, а сразу нравиться не будет, потому что эгоизм действует прямо наоборот, чем счастье человека. Счастье человека — это вставать рано и ложиться рано, а эгоизм заставляет человека вставать поздно и ложиться поздно. Счастье заключается в том, чтобы ограничивать себя в питании и кушать в норму, а эгоизм заставляет кушать много. Счастье, знание, истинный эгоизм говорит, не наедайся на ночь, а ложный эгоизм говорит, давай покушаем, Олег Геннадьевич уже спит. Любовь — это естественная функция души служить и заботиться о других. Это энергия Бога на самом деле, потому что душа в обычном состоянии, она требует любви. То есть в обычном состоянии мы не любим, мы требуем любви. Это состояние приносит нам страдания. Чем больше человек требует любви к себе в этом мире, тем больше он страдает. Таков закон. Любовь принадлежит Богу, это божественная энергия. Мы по природе корыстные. Бог бескорыстен, божественная сила бескорыстна. Когда человек наполняется этой бескорыстной силой во внутренней жизни, в духовной жизни, её надо откуда взять. Она не возникает сама по себе. Можно от святого человека, от священного писания, от святого места. Её можно взять только от чистоты, от святости. Когда человек берёт эту бескорыстную силу от кого-то, настраивается правильно, потому что разум всегда перенимает знания, он не может сам его родить. Надо взять откуда-то знания. Когда разум наполняется знанием от святости, он поворачивает в это настроение души. И возникает желание служить, думать о других, заботиться. И это называется любовью. Когда человек так действует, у него всё открывается в жизни. По факту, если человек так действует по отношению к близкому человеку, то проблем половых не бывает. Потому что когда люди в глубокой заботе относятся друг к другу, они чувствуют, что надо человеку. Они живут для него даже в половых отношениях. Для него они, для себя. И в результате два человека во всех отношениях в гармонии находятся. От верху и до низу. У них нет ни половых проблем, ни в общении, ни в отношении. И с этой точки зрения, тем людям, которые в благости находятся, тоже не сильно нужна астрологическая совместимость. Потому что они на самом деле просто служат друг другу, способны рядом друг с другом жить. Понимаете, для нас сейчас важнее не астрологическая совместимость в отношениях. Для нас сейчас важнее очищать своё существование. Потому что когда в древней культуре люди знали, как любить правильно, как заботиться, они изучали это серьёзно. У них половина образования в школе было именно это, которое я вам сейчас рассказываю. А половина техническая, которая сейчас заполнила 99% в нашей школе. Люди, создавая семью, они точно знали, что надо делать, как работать над собой, как прощать, как просить прощения, чтобы счастливо жить. И такие люди, они также знали, что ещё счастливее можно жить, если у нас будет астрологическая совместимость. Это на втором месте стоит, понимаете? Даже нет совместимости, всё равно люди могут победить судьбу. Есть такая история, она недавно произошла. Один индус, а в Индии всегда принято, перед тем, как семью создавать, надо посмотреть гороскоп. Если гороскоп несовместимый, значит, люди не сходятся друг с другом. И он полюбил девушку, и он посмотрел тайком гороскоп, видит полная несовместимость вообще. Будет трудно жить. Несовместимость означает, будет много трудностей в жизни. И он поменял свою дату рождения в паспорте. Поменял так, чтобы когда она посмотрела гороскоп, увидела, что полная совместимость. И они прожили, когда 20 лет, им было тяжело, но они победили судьбу, и они стали счастливы в отношениях. И он сказал ей, что я считаю, что... Ну, о них разошла речь об астрологической совместимости детей уже. И он сказал, я считаю, что это не главное. Главное — это трудиться для отношений, работать. Она говорит, но тем не менее у нас-то была астрологическая совместимость, когда мы сошлись. Он говорит, это просто твоя иллюзия. И он взял ей свою настоящую дату рождения, показал, она посмотрела в гороскоп и увидела, что там ноль совместимость была. Ноль просто. Понимаете? Выше просто естественной совместимости между людьми стоит труд над отношениями. Это цель моей сегодняшней лекции, чтобы вы это поняли. Если вы это не поймете, никогда вы не сможете быть счастливы в семейной жизни. Это невозможно, потому что культура людей, которые живут сейчас на этой земле, находится между невежеством и страстью. То есть у нас есть только два варианта. Или мы будем страстью жить друг с другом, мы такую культуру получим. Или мы вообще будем друг с другом жить в невежестве. Но в благости культура наша, вот современного общества, нам возможности жить не даёт. У нас нет такого возможности, нет такого опыта, нет такого воспитания, нет таких отношений, нет такого знания. Всё, этого нет. Жизнь благости всегда означает только одно, что человек очищает своё сердце с помощью духовной практики каждый день. Само сердце не очищается, само только кряхи выходят наружу. Так действует время на тонкое тело. Оно с каждым днём увеличивает количество трудностей, которые выходят из сердца. И поэтому человеку к старости так трудно жить, его уже всё мучает, напрягает. Он постоянно не рад. Старость не радость, говорят. Почему? Потому что больше и больше этой силы трудностей выходит из сердца в каждую секунду времени с возрастом. Но если человек очищает своё сердце, он занимает духовной практикой, то всё больше и больше счастья он обретает, потому что никогда карма не может победить душу. Душа всё равно сильнее любой судьбы. Она всё равно способна быть счастливой, несмотря на большое количество трудностей, которые выходят из сердца. Итак, мужская и женская природа. Надо понять, что у души есть три центра разума. Центр разума означает нацеленность, цель в жизни. Первый центр разума находится в области лба, и он нацеливает человека на знание. Мы стремимся к знанию все. И бывает так, что человек, даже ещё не родившись, а так всегда и бывает, человек хочет посвятить себя тому, чтобы достичь этого знания, чтобы победить судьбу, достичь знания. И тогда человек получает какое рождение, в каком? Женском или мужском теле? Мужском. Мужском. Потому что мужчина всегда достигает. Мужчина всегда пытается достичь, стремиться побеждать, достигать. Но когда душа хочет гармонии и любви, когда душа хочет счастья, когда душа хочет близких отношений, когда душа хочет почувствовать глубину отношений, глубину любви и постичь любовь, тогда душа рождается в каком теле? Женском. Видите, тело отличается изначальной нацеленностью. Это первое. Там, где находится лоб, там энергия разума связана с сознанием. Там, где находится сердце, там энергия разума связана с любовью. Поэтому у кого больше любви, у мужчины или у женщины? У женщины. У кого сердце более открытое, у мужчины или у женщины? Женщины. У кого больше способностей достигать, побеждать, узнавать? Мужчины. Прощать. Прощать — это другое. Но если говорить уже про чисто функции разума, то прощение — это женская энергия. Женщине проще прощать, чем мужчине. Но это не значит, что мужчина не должен прощать. Развитый мужчина прощает быстрее, чем женщина прощает. Мы говорим об изначальных наклонностях. И так дальше движемся. Есть еще третий центр разума, который находится в области паха. И этот центр разума связан с желанием жить. Как вы думаете, желание жить имеет пол? Может, женщина больше жить хочет или мужчина больше жить хочет? Все хотят жить. Там нет пола. То есть это просто центр разума, который отвечает за самосохранение человека. Итак, мы поняли, что есть женская природа с рождения и есть мужская природа с рождения. Теперь у меня к вам вопрос. А может ли с рождения у человека поменяться мужская природа на женскую или женская на мужскую? Может? Нет. Нет. Вот эта цель, цель, которая рождается в душе перед тем, как получить тонкое тело, она не меняется. И тонкое тело женщины на мужское тонкое тело поменять невозможно с помощью гормонов. Потому что само устройство тонкого тела у женщины отличается от тонкого тела мужчины. Почему же тогда люди меняют пол? Это другой вопрос, который мы будем с вами обязательно обсуждать позже. Причина заключается в том, что человек не справляется со своей судьбой. Он не может, женщина не может жить в женском теле, потому что нет сил, не справляется. Я приведу такой пример. Вот, допустим, где женщина отдыхает, а где трудится? Вот где женщина трудится, на работе или дома? Дома. А где отдыхает? На работе. Где мужчина трудится? На работе. Где мужчина отдыхает? Дома. Теперь смотрите, если женщина, она, это почему она трудится дома? Потому что там сфера ее счастья. Именно дома, когда женщина создает себе уют и возможность, она испытывает огромное счастье женское. Там гармония возникает, там близкие отношения, там любовь. Это дома все происходит. На работе нет близких отношений, нет гармонии, нет любви. Там есть труд, достижение цели, долг и так далее. Но женщина, когда на работу приходит, она там просто общается. Ее цель работы – это отношения. Ей нужны хорошие отношения на работе, чтобы она была счастлива. Она там отдыхает от дома, а дома она трудится. Но если женщина, сама идея, что ей надо дома трудиться, вызывает у нее страх, она просто не хочет трудиться. У нее нет идеи трудиться. То она принимает решение, мне не нужен вот этот вот семейный уют, все это не для меня. Мне нравится просто работать. Видите, она переходит в своей деятельности на мужскую позицию. Причина – это греховность. Когда женщина не обладает достаточной силой трудиться по-женски, женщине, чтобы дома работать, нужна сила, потому что ее все там раздражает. Там раздражает грязь, раздражает плохой дом, там раздражает все, что там. Там сфера боли. В личной жизни у женщины сфера боли. И там же надо и трудиться. Это же тяжело, правильно? Легче же жить там, где нет сферы боли. А где нет сферы боли у женщин – это работа. Там нет сферы боли. Там боль возникает, если женщина начинает путать работу с домом. Если она начинает там пытаться близкие отношения со всеми строить, верить в начальника, как в мужа, тогда боль возникает. Это не сфера, где надо слишком погружаться. Женщина должна погружаться в семью, но ей трудно в семью погружаться. Это аскеза. Часто женщины выбирают погружение в работу, и в результате они теряют себя. Мы об этом будем говорить. Попозже. Теряют себя означает устают сильно, теряют красоту, теряют склонность улыбаться, нравится мужчинам. Негормональные функции начинают впоследствии дальше страдать, развивается бесплодие и так далее. То есть женщины теряют себя, они уходят со своей линии жизни, когда они погружают чрезмерно в деятельность, а не в семью. И они замуж не могут выйти, потому что привлекательности не хватает. Привлекательность же развивается от того, что женщина погружается в семейную жизнь, а не в работу. Понимаете? По-моему, я вас замучил уже, да, конкретно, да? Что, отдыхаем? Отдыхаем? Что, все, лекцию заканчиваем? Нас полчаса осталось. Ну вы устали, правда, с дороги. Наверное, сейчас буду петь только, что-то я много читаю. Лекцию читаю. Понимаете? Это эгоизм так себя вести. Люди устали, а ты тут сидишь и болтаешь перед ним. Будем петь, значит. А мужчина у вас что повреждается? Вот мужчина тоже, ведь, понимаете, вот что в чем дело-то. Как это, дома ему хорошо? Да, ему дома хорошо, а на работе плохо. Ему женщиной хорошо, а на работе плохо. На работе надо работать, там трудно, там трудиться. А если наоборот? На работе нормально. Это нормально, это значит, мужчина нормальный. Мужчине нормально на работе, он трудится, приходит домой, отдыхает. Дома его жена пилит. Это нормально? Нормально? Вот. Давайте сейчас, пока это уже более сложная тема, мы в 10 класс хотим прыгнуть с первого. Вот давайте сейчас первый класс закончим сначала. Вот смотрите, первый класс очень просто. Как деградирует мужчина? Мужчина деградирует таким образом. Трудно работать, трудно развиваться, искать себя в деятельности, им очень трудно. Какое решение? Кстати, у нас что-то не проветривается, у нас не хватает воздуха, это большая проблема. Где у нас руководители? Помогите, пожалуйста, надо двери открыть здесь, там, там, окна как-то, потому что все уже потеют, а мертвые не потеют. Вот, поэтому нам надо как-то выживать. Это организаторы должны следить за этим, чтобы в зале не было душно. Воздух должен идти, иначе мы с вами не доживем до счастливой семейной жизни. И мужчина, который чувствует, что ему вот упахиваться не хочется, не хочется работать над собой, аскезы совершать, развиваться, он начинает погружаться во что? Начинает погружаться в мысли о наслаждении личной жизнью. То есть женщина погружается в наслаждение трудом, а мужчина погружается в наслаждение личной жизнью. И, кстати, он о чем начинает думать? О балдеже, о женщинах начинает думать. А вы окошечки прикройте, прямо чуть-чуть щелки оставьте, 15 сантиметров, да, и тогда никто не просквозится, раз, всегда воздух будет идти, два. А то можно чуть побольше открыть, чтобы воздух шел из одного. Я стою на одном, ты на другом. И сна какая выдалась, какие дни настали. Что же ты обиделась, зачем же мы расстались? Итак, и мужчина, он постоянно начинает концентрироваться на сексе, постоянно думает о сексе. И вдруг смахнул слезу рукой, и снова вижу образ твой Мадонна. То есть постоянно, то есть он не может оторваться. То есть у него постоянно одна только идея, думает о красивом женском теле, день и ночь. И постепенно такой мужчина, он теряет волю, самообладание, он теряет возможность достигать чего-то, добиваться в жизни. И постепенно он приходит к тому, что его психика начинает действовать по-женски, по-женски. И когда у мужчины психика начинает действовать по-женски, то он не силой воли себя делает счастливым, победами, достижениями, трудностями. А он себя счастливым делает уже развлечениями. И в конечном счете такой мужчина приходит к тому, что ему надо постоянно себя развлекать. Какими способами мужчины такие себя развлекают? Первое – секс, второе – вино, третье – игры, четвертое – фильмы. Ну то есть он уходит от деятельности, от активной, и просто наслаждается жизнью. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, Не думая о горе, с ковшом вина в руке. Это занесло мужика уже. То есть женщину на работу заносит, мужика заносит в дом. Ну то есть это означает аномалия. Эта аномалия постепенно, когда она становится очень сильной и выраженной, превращается в смену пола. Потом уже смена пола идет дальше. Почему? Потому что человек не может внутри своей природы жить, там же трудиться надо. А внутри чужой природы человек всегда отдыхает. Поэтому он решает отдыхать и забывает о том, что надо трудиться. Это болезни современного общества, которые хотят упорно доказать, что это не болезнь, а нормально. Ну ничего, нормально, будем жить, как живем. Итак, движемся вперед. Обязанности женщины. Обязанности женщины — это то, что делает мужчину счастливым. Не женщину то, что делает счастливым, а мужчину. Вот, например, является ли обязанностью женщины говорить мужу, «Разговаривали со мной нежнее». Нет, это не является обязанностью женщины. Больше того, такие слова могут разрушить отношения. Почему? Потому что... Вот представьте себе, когда я не действую с пози... О, уже кашель начали. Окно, пожалуйста, то поменьше, прям совсем так чуть-чуть, чтобы было. Щелочка, щелочка остается только. Можно там... Оно есть функция, что сверху открывается? Ну, в эту функцию поставьте ее. Может, в Германии должно быть все нормально? Итак, допустим, женщина говорит, «Пожалуйста, веди семья со мной повежливее». Это ее обязанности или нет? Нет. Это действует точно так же, как разрушается любовь везде и всегда. Вот, допустим, представьте, я, допустим, не читаю лекцию так, чтобы вы были счастливы, а сажусь перед вами и говорю, «Вы внимательнее слушайте, пожалуйста, мы лекции». Внимательнее. Еще внимательнее. Сразу, фу, я вообще пошла с этой лекции. И мужчина, когда ему говорит, «Ты нежнее, еще нежнее, еще». Он говорит, «Да, вообще не хочет ничего говорить уже». Понимаете, действует наоборот, прямо противоположно. Итак, давайте запишем, потому что всегда будет забываться. Одна из функций ложного эго — вводить человека в забвение. Всегда будет забываться. Первое записываем. Я изучаю свои обязанности и забываю про обязанности мужа. Во время лекции я конспектирую свои обязанности, обязанности мужа не конспектирую. Будет забываться обязательно. Я вас уверяю. Второе. Мои обязанности — сделать счастливым близкого человека, а не себя. А желание сделать счастливым себя в отношениях — это то, что убивает мою жизнь. Запишите себе, пожалуйста. Вы забудете сто процентов. Если я хочу в отношениях сделать счастливым себя, это разрушает мою жизнь. А сделать счастливым близкого человека — это мою жизнь воскрешает семейную. Эгоистическая культура настаивает на правах человека, а духовная культура настаивает на его обязанностях. Попытайтесь это понять. Эгоистическая культура настаивает на правах. Мы должны свои права доказывать в жизни. А духовная культура настаивает на обязанностях человека. Когда человека настраивают на выполнение обязанностей, тогда не нужно думать о своих правах. Сейчас объясню. Это духовное правило, духовная жизнь семейная. Когда человек думает о своих обязанностях, ему не нужно думать о своих правах. Сейчас объясню, как это работает. Допустим, прежде чем это объяснить, я вам сейчас принцип раскрою. Всегда женщина от мужчины хочет мужского или женского? Мужского. Вы ошибаетесь. В этом иллюзия заключается. Женщина от мужчины хочет женского, а мужчина от женщины хочет мужского. Запишите, сейчас я вам это легко докажу. Вот женщина от мужчины хочет нежности. Это мужское или женское? Женское, конечно. Какая женщина в нежность мужика? Вы что? Где вы нежных мужиков видели? А? Видели? Это уже другой вопрос. Женщина хочет внимательности от мужика. Где вы видели внимательных мужиков? Вот женщина заходит в квартиру, она видит все в ней. Как, где, что лежит, как, что стоит. Она видит у Олега Геннадьевича, что там правильно, что неправильно. Все. Я у себя не вижу. Я, допустим, жену спрашиваю. Я, смотрите, жена спит. Я собираюсь в поездку. И ту вещь, которую она вообще за ней не следит. Понимаете? Эта вещь, она за ней не следит. Я спрашиваю. Не могу найти эту вещь. Она спит. Она вообще, то есть, она не бодростая. Она говорит, посмотри там-то. Я смотрю, там лежит точно. И женщина хочет от мужчины внимательности. Какой внимательности? У нее нет внимательности. Женщина, она настолько у нее внимательная психика. Она все видит вокруг, все понимает. Мужчина, он ничего не видит. Вот смотрите, девочка 5 лет. Она знает, как папа себя ведет, какой у нее характер, как мама, какие у нее отношения, все знает. Мальчик 5 лет что-нибудь знает? Кушать хочешь? Гулять хочешь? Нет. Все, вот он все, что знает. Понимаете? Больше ничего не знает. У папы какой характер? Ничего не знает. Да вы ошибаетесь. Это природа такая. Природа у мужчин такая. Мужчины нет вот этой функции. Что? Они все классные. Не, не, все нормально. Вы послушайте меня внимательно. Послушайте меня внимательно. Вы не знаете многих вещей. Не знаете. Просто принимайте сейчас. Пытайтесь понять. Я сейчас говорю о функциях. Бывают мальчики более внимательные, чем другие. Но это не значит, что это его природа. Внимательным быть в мелочах. Это природа женщины. Мужчина внимателен в цели. То есть он внимателен в том, куда ему надо двигаться. Я, например, не согласен, что вы девочки и мальчики. Если вы мальчика спросите, поджините. Нет, вы ошибаетесь. У женщины природа... Нет, вы не согласны, потому что у вас нет опыта. У женщины природа видеть мелочи в характере, в отношениях. Женщины прирожденные психологи. Они знают точно, кто какой. Мужчины, они видят цель. Они не видят мелочи. У них нет вот такого чувства, как у характера. Они не рассматривают характер. Им хочется знать суть, цель. Мама меня любит. Это то, что знает мальчик. А девочка говорит, мама у меня вот такая. У нее вот такие привычки. А мальчик говорит, какая разница. Мама меня любит и все. Этого достаточно. Понимаете? То есть попытайтесь понять разницу между мужчиной и женщиной. Это важно. Мужчина нацелен куда-то, он как паровоз. Он вперед летит. А женщина, она не так устраивает. Я не знала, что я не знала, что мужчина-женщина, потому что есть сейчас такие же девочки, как мальчики. Да, 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 вы правы. Мальчики как девочки, девочки как мальчики. Да, такое бывает. Это означает тяжелая карма. Это означает тяжелая карма. Если мальчик очень чувствительный, как девочка, это означает тяжелая карма мальчика. Если девочка грубая, как мальчик, означает тяжелая карма девочки. Если очень чувствительные мальчики, то это значит, что они не мальчики. Они мальчики с тяжелой кармой. А есть девочки грубые, девочки с тяжелой кармой. А я говорю сейчас про мужскую природу и женскую. И привожу классические примеры. Да, есть исключения, есть правила. Правило такое. Девочки более внимательны и более осознаны с детства, чем мальчики. Они более осознаны. Вот у кого есть мальчик и девочка? Примерно одинаковый возраст. Вы согласны со мной? Девочка все шарит, соображает, она все понимает, видит. Мальчик, у него есть идея какая-то. Там он разбирается в этой идее. Остальное его не волнует. Если его спросить в компьютере, он все вам покажет, что там. Это его идея. Но остальное он не видит. А девочка все видит вокруг. Ее идея это гармония. Она пытается сгармонизировать, все понять. У нее идея это любовь, гармония. У мальчика идея цель, компьютер. Если у него компьютер цель, его цель. Мячик, футбол, значит это его цель. Все. Он там знает, что как пнуть, что сделать, кому свистнуть. Все знает. Но остальное его не волнует. У него сознание по-другому. Мужчина сфокусирована сознание в одну точку, в одно место. А у женщины она очень детально распределено. Женщина все видит сразу. Мужчина видит только суть. Так психика работает по-разному. А? Конечно, женщина гармоничнее. Конечно, женщина гармоничнее, чем мужчина. А если женщина считает, что она негармоничнее, она будет некрасивой. Женщина должна считать, что она гармоничнее, чем мужчина. Однозначно. В общем, женщина смотрит на себя в зеркало. Она должна как смотреть? Должна так смотреть. Думать. Блин, какая красивая. Вообще. Неужели дураку какому-нибудь достану? Так мы изучаем природу мужчины и женщины. Пытаемся понять разницу. В чем разница? Мужчина гармоничная очень. Женщина очень гармоничная. Это разные природы. Просто женщина, так как у нее женское задание в жизни, она себя считает более гармоничным. У мужчины мужское задание, он себя считает более гармоничным. Но мы должны учиться служить. Не считать, а служить. Это значит, женщина должна считать мужчину более гармоничным, учиться. А мужчина женщину более гармоничным должен считать. Тогда будет счастье уже. Итак, обязанности. Обязанности – это аскеза. Это не естественная вещь. Это всегда трудно. И попытайтесь понять, что знание об обязанностях приходит, если человек знает, как все работает. Как все работает? Женщина от мужчины хочет женского, а мужчина от женщины хочет мужского, то есть своего. Это значит, что надо сначала в человека вложить это, а потом придет назад. Вот, допустим, если женщина хочет, чтобы мужчина был нежным, она должна вложить в него нежность. Нежность себя с ним вести, он размягнет, станет с ней нежным. И она получит то, что ей хочется в жизни сполна от него. Мама воспитывает мальчика? Факт, факт. То есть это потом своей жене, да? Нет, нет, это уже не факт. Вот сейчас вы сделали тонкий самообман. Вы перевели свои обязанности себя на маму. А надо оставить свои обязанности с собой. Не то, что мама дура, она плохо воспитывала моего мужа, поэтому сейчас мучаюсь. Как бы мама не воспитывала вашего мужа, вы должны учиться быть нежной по отношению к нему. Я вам сказала, я думаю, себя ответим, что вы учите. То есть это мое желание воспитывать и видеть своего ребенка. А то, что леска скажет, что живем, что дура у нее состоит в жизни. Нет, это не ее проблема. Нет, это не ее проблема. Это ваша проблема. У нас нет чужих проблем. Все проблемы наши. Мы изучаем ведическое знание. Если невестка плохо себя или ведет с моим сыном, это значит, я недостаточно в любви в нее вложила, чтобы ее сердце поменять. Это моя проблема. У нее есть свои проблемы, но я об этом не думаю. Потому что человек должен всегда стремиться к тому, чтобы больше понять свои проблемы и поменьше думать о чужих. В этом суть человеческого счастья заключается. Итак, двигаемся вперед. Я понимаю, вы устали еще немножко, завтра будет легче, мы отдохнем все. Итак, смотрите. Женщина хочет нежности, хочет чуткости в отношении. Она должна чутко вести себя с мужем и наполнить его этой чуткостью, тогда он становится чутким. Женщина хочет, чтобы мужчина не бросил ее. Это тоже женская функция. У меня была консультация одной семьи до поездки. После этой поездки я в своей клинике общался с одной семьей. И девушка с парнем, они лечились вместе, муж с женой. Девушка спросила меня, Олег Геннадьевич, мой муж, вот до наших отношений, он постоянно изменял своим женам. Как сделать так, чтобы сейчас в нашей семье он не стал изменять? Я говорю, вот ваш муж должен сейчас зайти, и мы продолжим этот разговор. Она такая, Олег Геннадьевич, это конфиденциально. Я говорю, тогда мы не решим проблему. Она такая посидела, говорит, пошла его, позвала, зашел. Я говорю, задайте опять вопрос. Уже при муже. И она такая и задала. И он сразу такой посмотрел на нее внимательно, говорит, не волнуйся, я не буду больше изменять. Я же лекции Олега Геннадьевича слушаю. Такой, как бы уверил ее. А я говорю, не факт, на него смотрю. Он такой, в смысле? Я говорю, понимаете, мы сейчас разговариваем с ней, а не с вами. И мы сейчас с ней решаем вопрос. Она мне задала, что мне нужно сделать, для того, чтобы он не изменял. Это ее вопрос. И мы решаем ее вопрос. Я говорю, вы посидите пока поспокойно, мы до вас еще дойдем. И он начал внимательно слушать, а я ее спросил. Если ваш муж вам будет изменять, это чья проблема, его или ваша? Она говорит, ну по лекциям моя. Я говорю, ну я этого не понимаю, она говорит. И я ей объяснил. Я объяснил, что у женщины в психике есть функция, которая или разрешает изменять мужу, или не разрешает. Потому что энергия верности имеет женскую природу, а не мужскую. И эта функция работает таким образом, женщина. Эта функция работает как аскеза. С одной стороны, женщина, она очень много видит недостатков своих мужей. Любая женщина. Ей очень трудно их забыть. Она видит все недостатки своего мужа. И очень трудно ей забыть. А мужчина видит только красоту жены. И он забывает легко, забывает недостатки. Но когда он видит какой-то недостаток в жене, он сразу удивляется очень сильно. И пытается ей доказать, что так нельзя себя вести. Но когда женщина видит, что он ее указывает на ее единственный недостаток, который она сейчас проявила, так как она помнит 100 недостатков как минимум одновременно у мужа, она со скоростью пулемета начинает ему эти недостатки перечислять. И так начинает скандал между мужчиной и женщиной. И вот эта вот память о недостатках мужчины заставляет ее думать, я бы могла себе найти и получше. И вот эта вот мысль, она рождает неверность. Потому что мужчина, он привязан к женщине абсолютной силой. Если женщина в своем сердце культивирует идею, это мой человек. Это Бог дал мне этого человека, я должна жить с ним. Лучшее мне не надо. И у меня не может быть лучше. Это самый лучший человек в моей жизни. Она должна это культивировать в своем сердце. Она должна каждый день записывать, такое правило некоторые женщины делают. Классная вещь. Они записывают количество недостатков у мужа и количество хороших качеств. И они должны так настраиваться, чтобы количество недостатков уменьшалось, количество хороших качеств увеличивалось. Таким образом, женщина увеличивает верность. И когда мужчина смотрит на красивых девушек, мужчина смотрит на красивых девушек или нет? Смотрит. Он замечает, что они красивые? Замечает. А они крышу ему рвут? Рвут. Однозначно. Почему он не уходит? По той причине, что у вас есть вера в эти отношения, верность. Мужчину в женщине подкупает это больше всего. Он как загипнотизированным становится от этой веры. Когда он смотрит в глаза женщины, которая смотрит на него с полной верой и полным преданием. и каждый день она так делает, то он не может её бросить. Шансов нет. Потому что это самое ценное, что может быть. Потому что он посмотрит на молодуху какую-то, увидит она такая привлекательная, хочется её потрогать. Но реально он вспомнит глаза жены и подумает, я такую человека больше не встречу в своей жизни. Я не могу её бросить. Понятно, да, о чём я говорю сейчас? Это аскеза женщины такой быть. Потому что, естественно, хочется сомневаться в своём муже. Это, естественно, для женщины функция сомневаться. Я бы могла получше себе найти. И это сомнение рождает неверность в мужчины. Видите, всегда обязанности женщины — это аскеза. Обязанности мужчины, когда мы будем изучать это, тоже аскеза. Вот я это, когда этой девушке сказал эту фразу, и теперь её спросил, а вы вот сейчас сомневаетесь в нём или нет? И она такая, мне надо научиться не сомневаться. Я говорю, попробуйте вот сейчас прям не сомневаться. Она такая, очень трудно, Олег Геннадьевич, очень трудно. Я говорю, ну вот в этом и смысл. Если вы сможете, он не будет никогда вам изменять. Он говорит, да я и так не буду. Я говорю, ну мы сейчас не про вас говорим. Потому что мужчина тоже должен учиться жить так, чтобы быть верным. Но это уже другой вопрос. Мы говорили о функции женщины. Как женщина должна сесть? Потому что вопрос был задан от неё. Так, смотрите, что женщине нужно. Женщине нужна стабильность в жизни. Стабильность. Мужчина — это стабильная Личность или нет? Мужчина стабильный в природе. Мужчина нестабильный, он динамичный по природе. Вот если взять, допустим, кто сохраняет культуру нации? Мужчина или женщина? Женщина. Кто вот выучился чему-то и поддерживает это всё время? Мужчина или женщина? Женщина. А кто всё время всё меняет? Мужчина. Кто достигает чего-то нового? Кто развивает? Мужчина. Женщина поддерживает, помнит, верит, сохраняет. И чего женщина больше всего в жизни хочет от мужчины? Стабильности. Чего она хочет? Женского. Удивительно знать, что то же самое происходит с мужчиной. Пора заканчивать. Спасибо большое. Я сейчас закончу. Вот смотрите, мужчина хочет, чтобы женщина уважала его, а уважение — это не женская функция. Уважение — это мужская функция. Это мужчина должен стать уважаемым человеком. Это ему надо стать таким, чтобы женщина его естественным образом уважала. Может ли женщина мужчину любого естественным образом уважать? Или нет? Одни мужчины вызывают брезгливое чувство, другие — неприязнь, третьи — уважение, четвёртые — подальше бы от него держалось. У женщины не может естественным образом к мужчине возникнуть уважение, потому что она уважает в нём качество. Но теперь у меня к вам вопрос, женщины. А кто из вас сможет не уважать мужчину, наполненного правильными качествами? Кто из вас сможет такого человека не уважать? Шансов нет, да? То есть видите, как интересно, что женщине не надо думать о том, уважать мужчину или нет. Имеется в виду с этой точки зрения. Если мужчина уважаем, женщина его уважает само собой, ей не надо напрягаться для этого. Так? То есть чего мужчина от женщины хочет? Он хочет того, чего он сам должен делать. Именно поэтому мы не должны, понимаете, есть обязанности, есть права. Права в семейной жизни, бесполезное занятие, права свои качать, потому что ты хочешь от него того, чего ты сам должен делать. Какой смысл эти права наращивать? Пожалуйста, нежно со мной разговаривай. Это твоя функция, это не его. Он не умеет нежно разговаривать. Ты введи в него нежность, будет нежность. Мужчина хочет от женщины подчинения. Подчиняться это женская энергия или мужская? Это женщины что? Равняйсь, смирно, больно. В атаку! Женщины такие, побежали в атаку. Вы видели такое? Нет где-нибудь? Женщины, наоборот, не подчиняются, они независимые. Начальник женщине говорит, ты будешь работать нормально или нет? Она. Женщины вообще не подчиняют никому. Почему им подчиняться? Ещё чего? Вы думали. А независимые вообще по природе женщины? Нет, они просто независимые. Это природа так работает. Но если муж очень подчинён жене в своём сердце, он реально очень внимательно слушает её мнение, он реально очень внимательно к ней относится, он внутри себя, вот это культивирует, это желание внимательно вести себя рядом с женой. Женщина какой становится? Она рядом с ним сдувается и становится подчинённой. Понимаете, о чём я говорю? Вы можете не подчиниться такому подчинённому, внимательному мужчине, женщине? Можете не подчиниться? Нет. Потому что это естественно для женщины подчиниться мужчине, который так себя внимательно ведёт. Это естественно для женщины. Ей не надо ни напрягаться, ни не напрягаться для этого. Это само собой получается. Точно так же для мужчины само собой естественно быть нежным с нежной женщиной. Это само собой. Мужчина не может быть ни нежным, ни ненежным. Если с ним нежно себя ведут, он раз нежным становится. Ненежно себя ведут, он может в лоб дать. Это у него само собой происходит. Он не может контролировать. Но функция нежности — это женская функция. Функция подчинения — это мужская функция. Равняйсь, смирно, вольно, есть, разойди, стя. 40 мужчин в одной комнате могут жить вместе без проблем. Две женщины — никогда. Две женщины замучают друг друга. Они пока любят друг друга. А потом, как начнется там такое, мама дорогая. У меня сестра родная с подружкой решили деньги сэкономить в университете, пожить в одной комнате. Бог ты мой, что там началось? Я думал, это случайность. Потом понял, как работает. Женщины не могут подчиняться. У них природа независимая абсолютно. Они подчиняются только одному. Когда мужчина подчинен ей. Один наставник учил мужчин правильно вести себя в семейной жизни. И он поставил своих учеников, говорит, сделайте шаг вперед, те из вас, которые настроены на подчинение по отношению к жене. И все ученики были разумными, сделали шаг вперед. Один остался сзади. Он очень удивился. Забил колокольный звон в этот момент. Он сосредоточился. И говорит, ты что, не подчиняешься своей жене? Он говорит, подойдите, пожалуйста, поближе. Подошел. Говорит, меня жена предупредила, не надо никаких шагов в период делать. Я не делаю. Геды говорят, что сила ума у женщины в 6 раз больше, чем у мужчины. Сила ума у женщины в 6 раз больше. И когда мужчина начинает ругаться с женой, он говорит, ты эта дура такая, я тебе сказал, ты поняла? Ты поняла или нет? Напрягается страшно, у него все жилы напряжены. Она смотрит на нее такая, сам дурак. И вот этот сам дурак действует в 10 раз сильнее, чем его вот это дикое напряжение. Заметили женщину, да? Не надо без всякого напряжения, просто сам дурак. И все. И он такой... Чувствуете, нет? У женщин больше сил. Никаких шансов женщин так решать вопрос вообще. Ничего не получится. Единственный способ контролировать женщину для мужчины, это стать внутренне недоступным. Сосредоточиться на удовлетворении в самом себе. Когда мужчина как бы отстраняется от женщины, удовлетворение в самом себе начинает искать. И готов к любой пище, которую она сварит, она будет его мучить однозначно. Вот готов к любой одежде, к любому полу, там поглажен, не поглажена, любой речи, твердо настроен. Тогда женщина в какой-то момент чувствует, что надо менять тактику. Она подчиняется и как бы пытается его потом успокоить с помощью ласки и теплоты. Ну это же надо мужскую силу иметь так настроиться. Мужчины же в основном зависимые, они постоянно зависят от настроения жены. Мужчина должен быть таким другим. У него сила должна быть такая внутренняя. И так далее. Мы завтра подробнее поговорим об этих всех вещах. То есть это глубокая тема. И она приведет к вас к пониманию точно, что надо делать в личной жизни, чтобы ее поменять. И вы будете знать стадии, когда изменится личная жизнь, сколько нужно трудиться над этим. Ну пожалуйста, не обижайтесь на меня, что я с вами не согласен. Хорошо? Не сердитесь. Я просто, видите, я очень такой упрямый человек. Должен был с вами согласиться сразу. А я делал умный вид. Что-то пытался себя скорчить. Главное, любовь. Есть три типа людей. Одни люди безразличные. Это разум, это эгоизм, невежество. Безразличные люди. Никогда не смогут быть счастливы в семейной жизни. Вторая категория людей. Это люди, которые идею ставят выше человека. Идеалисты. Это люди в страсти. Разум, эгоизм в страсти. Они тоже не смогут надолго сохранить семью. Они будут мучить друг друга. Сказали в лекциях рано вставать. Значит, рано вставать. И так далее. Ну, то есть, это идеалисты. И когда разум в благости находится, эгоизм в благости, человек становится человечным. Человечные люди принципы ставят ниже человека. Человек дороже, чем принципы. Понимаете? Человек дороже, чем принципы. Вот если моя жена мне говорит, ты понимаешь, что ты всегда первым должен просить прощения? Или нет? Что я должен сказать в ответ? Да, я согласен с тобой. И дальше что она скажет? И тогда я тоже смогу попросить у тебя прощения. Это у нас с женой такой разговор недавно. Я когда сказал, понимаю, она такая подумала, говорит, и тогда я тоже смогу у тебя прощения. Но если я так скажу, она должна ответить так же. Но если даже не ответила, я должен свои обязанности выполнять, не чужие. Итак, сейчас у нас будет ещё одно мероприятие небольшое. Вы думали, уж закончим, да? Нет? Я считаю, смысл всей работы над собой и всей победы — это внутренняя жизнь. Мы с вами чуть-чуть сегодня поговорили о внутренней жизни, и мы с вами сейчас это попытаемся сделать. То есть внутренняя жизнь означает молитва. Но мы не можем сейчас молиться своей молитвой, у нас могут быть разные веры. Кто из вас мусульмане? Поднимите руку. Вы. Кто из вас христиане? Поднимите руку. Пожалуйста. Кто из вас приверженцы, допустим, иудаизма? Поднимите руку. Пожалуйста. Кто из вас в ведической культуре следует? Поднимите руку. Пожалуйста. Видите? Куча разных направлений. Мы не можем выбрать ни одну веру сейчас для того, чтобы вместе читать какую-то молитву. Поэтому в древней культуре существовало такое направление молитв, которое называется «нравственные молитвы». Молитвы, которые не на уровне духовности находятся, а находятся на уровне нравственности. Эти нравственные молитвы в ведической культуре называются шанти-мантры. Они в каждой культуре есть. Если внимательно посмотреть все молитвы, то есть нравственные, есть духовные молитвы. И нравственно им всем подходит. Всем абсолютно людям. Я вам сейчас вот расскажу ту шанти-мантру, которую мы повторять сейчас будем. Первую строчку. На санскрите и на русском. Сарвей баванту, суки и нага, я желаю всем счастья. Сарвей шанту, нирама я, пускай на земле будет мир. Сарвей бадрани, паш янту, пускай у всех будет удача в жизни, пускай они достигнут того, чего желают. Накашчет дук, кабак бавет, пускай никто не страдает. Хорошая молитва? Какой вере она принадлежит? Ко всем. Поэтому мы будем сейчас, мы не будем все строчки, мы запутаемся, мы будем повторять только первую строчку на русском языке, потому что немецкого я не знаю. Вы знаете, а я не знаю. Слава Богу, что мы как-то на каком-то языке с вами состыковались, поэтому будем на русском повторять. Но я не против немецкого. Как на немецком я желаю всем счастья звучит? Как? Я не смогу повторить. Шансов нет у меня никакого вообще. Простите меня. Мой адрес не дома, не улица. Я везде езжу, но что я не могу в одной Германии остаться. Меня ждут и там, и там. Итак, метод такой, смотрите. То есть мы должны сейчас вспомнить святости. У каждого человека святости свои представления. Кто-то вспоминает святой источник, который ему помог. Кто-то святую икону. Кто-то изображение Бога. Кто-то Богородицы. Кто-то мусульмане вспоминают Коран. Имя Аллаха вспоминают. Мусульмане также вспоминают какие-то священные молитвы, которые помогли из Корана, строчки. Вот. То есть у каждого свое представление о святости, и все это хорошо. Это все соединяет нас с Богом. Душа должна настроиться волевым усилием на состояние, которое прибудет к победе над судьбой. Состояние такое. Я хочу тебе служить. То есть я кланяю святыню. Я хочу тебе служить. Я хочу жить для себя, для тебя. Пожалуйста, займи меня служением. И вы прямо четко должны вспомнить ту святыню, которую вы имеете в своей жизни. Человек не может жить без святости. Допустим, вы просто знаете, что, допустим, есть святые люди. Можете им поклоняться. Через них Бог будет действовать. Может действовать через святых людей, через святые источники, через святые места, через священное писание, святое имя. Есть разные варианты. Какие-то варианты в каких-то традициях приняты, какие-то не приняты. Но Бог не подчиняется никаким традициям. Он отвечает на нашу любовь. Если мы хотим поклоняться Ему через святой источник, Он даст нам свою чистоту через святой источник. Понимаете? Поэтому мы сейчас не будем сосредоточиваться на раздолгасиях в традициях, мы будем сосредоточиваться на моём понимании святости. Каждый на своём. Понятно, да? В этом наша цель. И дальше, когда я покланялась святости, или покланялся, я должен дальше понять одну вещь, что святости больше ничего не нужно. Что такое святое? Святое — это то, что о себе не думает. Святость действует таким образом, как мы будем повторять. «Я желаю всем счастья». Это означает, что я служу тому, о чём я думаю. Если я хочу служить святыне, значит, я буду говорить такие слова. Потому что единственная цель святыни — это сделать всех счастливыми. У святого человека нет другой цели жить, кроме как сделать всех счастливыми. У пророка Магомета не было другой цели жить, кроме как сделать других счастливыми. Не было другой цели. Он не думал о себе. Так или нет? Не всё прочитали? Прочитайте всё. У Сергея Раденовичского не было другой цели, как служить другим. У Серафима Саровского не было другой цели. Он не жил для себя. Мы не можем ни одного святого человека, священное писание не написано для того, чтобы себя прославить. Священное писание заботится о нас. Мы должны точно это понять, что что связано со святостью, никогда не имеет эгоизма. Итак, мысленно кланяемся святость своей святыней и повторяем то, что от нас хочет эта святость, чтобы мы служили ей, желая всем счастья. Мы повторяем «я желаю всем счастья», но внутри настраиваемся на святое. «Я желаю всем счастья». Я желаю всем счастья. 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 Спасибо большое. Я желаю вам всем счастья, любви, хороших семей и всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы приехали сюда и были со мной все это время. Спасибо вам. Я надеюсь, что вы здесь не только послушаете лекции, но также вы плодотворно отдохнете, проведете время. У вас есть свободное время. Его надо посвящать отношениям. Знакомьтесь друг с другом. Вы все очень хорошие люди. Вы слушаете, пытаетесь развиваться, изменять себя. Знакомьтесь друг с другом, общайтесь, обсуждайте все. Гуляйте по природе. Не скучайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok